Всем привет, ребята, с вами Чант, и вы смотрите проект Один за всех. Это те самые истории, которые не оставят вас равнодушными, потому что сегодняшняя история будет очень жёсткой. Зачем мать задушила пятилетнюю дочку? Это мы узнаем прямо сейчас. Также, ребят, напоминаю, что каждый день в 7 часов вечера по московскому времени будут выходить новые выпуски, поэтому теперь вы будете знать, когда ждать новые выпуски и когда их нужно смотреть. В 7 часов вечера, каждый день по московскому времени. Так что заходи, будь первым, всегда смотри новые видосики. Также, ребят, поддержите меня лайками, а кто ещё не подписан, и сейчас ты смотришь это видео, то, конечно же, подпишись, мне будет очень приятно. Меньше слов ближе к делу. Поехали! Ребята, подписывайтесь на мой лайв-канал Чантевелайв. Там вы сможете увидеть то, чего никогда не будет на этом канале. Личная жизнь, интересные встречи, отдых и море качественного контента. Говорят, если подписаться, то ты станешь богаче. Поддержи меня, и удача тебе точно улыбнётся. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Эта трагедия, случившаяся в селе Дубовязовка Сумской области, повергла в шок всю Украину. В частном доме среди белого дня была найдена задушенная 5-летняя Сонечка Мотовиловец, одетая при этом в свой самый нарядный костюм. Выезжая в следствие оперативной группы до одного из домов, СНТ Дубовязовка, было установлено, что так действительно на доме лежит малолетняя дитина, без ознаков жизни. Проведено рост судовым медическим экспертом, где установлена причина асфиксии, то есть удушена. Ну, то есть говорят о том, что на самом деле, да, они приехали, ребёнок был задушен, это всё подтвердила следственная оперативная группа, и сейчас будем разбираться, как же так произошло. Через два дня после случившегося в милицию пришла мать Сонечки, 41-летняя Инна Малаканова. Женщина, которую в округе считали едва ли не образцовой матерью, призналась, это она задушила дочку собственными руками. Сами ещё не можем понять, что такое произошло. Ещё в костюм же одела, то есть вообще какие-то с головой проблемы. По словам отца Сонечки, Сергея, ничто не предвещало страшной беды. Их семья жила в полной любви и согласии. Мужчина уверяет, причины трагедии ему неизвестны. Может быть, на самом деле у мамаши проблемы с головой, то есть она бывает временами не может понять, что она делает, но это в теории, если не будем говорить о том, что вообще у мамаши какие-то бесы вселились, чтобы пятилетнего ребёнка своего задушить, а потом ещё одеть в какой-то нарядный костюм, то может быть у неё есть какие-то там бесики в голове, сейчас разберёмся. Сегодня и только в студии один за всех соберутся родственники и знакомые этой семьи, а мы узнаем, что же заставила мать задушить любимую дочь, что думает по этому поводу отец девочки. И сколько всего детей у неродивой матери. И как сложилась их судьба. Какой ужас. Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Народный артист Украины Владимир Горянский. Экстрасенс Алена Курилова. Судебный эксперт, психиатр Александр Дзюбан. Народная артистка Украины мама Ольга Сумская. Юрист Михаил Присяжник. И психолог Наталья Холоденко. Жители села Дубовязовка до сих пор не могут поверить в то, что случилось. Сегодня к нам в студию приехал сельский голова. Тамара Марусиченко. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Это ужасная трагедия. На утро, что все знали и были в шоке, как и я. И один вопрос задавали. Как это могла сделать ее мама? Она проявляла себя такой любящей мамой. Всегда была хорошей мамой. Неужели эта женщина, которую мы знали с одной стороны, скрывала свое истинное лицо? Никто не мог подумать, что мама могла это сделать. Инна в нашем селище проживает с 2008 года. Инна с 2008 года в селе проживает. Когда у меня получались какие-то вопросы, она ко мне звонила. Она была человеком высокого культуры общения. Она когда звонит, она позвонит, скажет, кто звонит, попросит прощения. Доброго дня, Тамара Петровна. Только на российской мове. Доброго дня, Тамара Петровна. Вам звонит такая-то, извините, пожалуйста. Объясните мне, кто то то. Извините, до свидания. Она мне телефонувала в четвертью пятницу. Перед этим она мне звонила в четвертью пятницу, когда мы решили улучшить условия жизни подъести воду. Она звонила ко мне, узнать телефон, человеку, который поможет привезти воду. Она к ребенку очень хорошо относилась. Ну вот как-то странно, ребята. Пока что мы еще не разобрались со всей этой историей, тогда что могло реально произойти, что прямо образцовая мама, которую все просто говорят, и культурная, и с ребенком все было хорошо, и взял, задушила своего ребенка. Ну, у меня пока есть только одно предположение, что реально, может быть, у нее что-то не так с психикой. И знаете, вот бывает у людей, такая, не знаю, как это болезнь называется, когда вот человек как-то пропадает, и, в общем-то, у него какие-то начаются проблемы в голове, какие-то бесы, ну, не бесы, а вот какое-то вот помутнение, назовем то так. И вот, может быть, в этом экстазе, она либо она пьяная была. Вот два варианта, которые могут быть. Знаешь, что ребенком следила? Это плохо за отношение рода к детям. Абсолютно. Можно подумать, что на руках. Все это хорошо относилось к ребенку. На первый взгляд, она вообще образцовая мать. Мы в шоке были. В шоке. Чертовщина какая-то. Приводила до дитячего садочка. Она обовязково ее прическа. Приводила в садик, зачесывала. Резиночки завяжут. Резиночки на голову. Приведе ей обдивиться, что она все в порядку, тогда она пускала ее в группу. И когда приходила забирать ее, когда приходила забирать ребенка, если ребенок занят, рисует, что-то лепит, общается с детьми, но не забирала ее так швидко, но не забирала быстро, ждала. Ребенок заканчивал дело, а потом забирала. Может, у вас была мысль, что это не она, это ошибка? Я, может быть, задавала себе этот вопрос. И создавала себе ответ. Ну, а кто сделает? Она уже втекла с дому. И она убежала с дому. Думка инша набегала, что она захватывалась. Вы реализовали Инну, как хорошую мать. А что можете сказать о Сергее? Каким он был отцом? Сергей тоже был хорошим батьком для Соня. И папа тоже хороший. Он тоже и завжди называл Сонечка. Когда был момент для Сонечки что-то придбать лучше, когда нужно что-то купить, то папа всегда покупал для дочки что-то лучшее. И в сельско-господарственном товаристве он мог еще шукать дополнительную работу. Он подчищал колодязи. И вот когда он эту копеечку лишнюю заработал, то он старался укласти все для Сонечки. Велосипед ей купил. Там почистил колодязь. Вот я знаю, как он сказал. Вот это отримаю кошки, обовязково куплю и велосипед. Сонечка еще была маленькая дворочка. Чистит колодцы, покупал ту велосипед, еще какие-то вещи. Сонечка в них поздно стала говорить. Девочка начала поздно говорить. Сказала, уже он к этому родил. А когда она что-то говорила, то он очень радовался. Ребенок был всегда чистый, опрятный, аккуратный в детском саду. Всегда был в одежде. Реально, пока вообще нет никаких объяснений, что вообще сподвигло маму задушить, собственно, ребенка еще одеть, как какого-то маньяка. Просто маньяк, знаете, так вот. Все по красоте сделал. Нормально, в бантиках, причесанном всегда. Родителям всегда был тон ласковый, всегда спокойный с ребенком был. Всегда ласкательное называли, Сонечка всегда. Всегда интересовались тем, чем ребенок занимался, что он делал, что рисовал, как себя вел. Вы знаете, я по родителях, вот всех мнений, и мое мнение так было, что они, знаете, вот это выражение, сдували пыль с ребенком. Понимаете? Судя по всему, они были хорошими родителями. А какие у них были отношения между собой? Те отношения, которые я видел, я скажу, что были отношения хорошими между собой. В отношения между другом хорошие. Они работали рядом. Они работали рядом. В сельско-господарственном товаристве. Это было далеко. От дома туда 4 километра. Он почти два года возил на велосипеде. Два года возил на велосипеде на работу, взбирал обратно. То есть между собой ласково общались. На работу она приносила ему еду. Ну реально, я честно, я пытаюсь пока что въехать, но все настолько идеально, что ж страшно, а в итоге мамаша задушила пятилетнюю дочь и одела в костюм. И поезти. И он до ней относился по-доброму. Если там у каждой семьи где-то бывает может какие-то такие сварки, чтобы... Ну в семьях бывают какие-то... Цего я не могу сказать. А коли у спілкувания, что... Какие-то ссоры, ну у них не было так по внешности. И звертались один до одного. Они очень ласково с другом общались на людях. Ну получается, образцово-показательная семья. Да. Вы сказали, что Инна появилась в вашем селе в 2008 году. При каких обстоятельствах она приехала жить в ваше село? Вона приехала до знакомой своей. С знакомой приехала. Потом влаштувалась на работу на цыгляный завод. Работала в кирпичном заводе. И он из вашего села. Он до нас приехал из Буринского района в раннем детинстве с мамой. Вот из детства и Инна. Они жили в отдельном доме. Окремый дом они купили в Дубоязевце. У них отдельный дом был. Инна проживала на час убийства в Дубоязевце. Сергей и в Гамалеевце, и в Дубоязевце. А папа, в общем-то, жил и в своем старом доме, и в новом доме. Сергей працювал в сельско-господарском товаристве то в ранок Гамалеевка. И когда там ночевал, когда приезжал сюда. В Гамалеевке у Сергея просто было место, где он мог переночевать. То уже можно и не назвать таким настоящим домом. То уже он место для ночевлений и ведения сельско-господарства. Что вы знаете об обстоятельствах, при которых погибла Соня? Вона Инна. Завжди, когда Соня не идет до детского садочка, когда девочка не шла в детский садик, она всегда говорила воспитателю, что девочки не будут. Либо говорила, просто не будет, либо по какой-то причине. Понедельник перезвонила. Сказала, что Сонечка сегодня в детском садочке не будет. Вот это в понедельник. На второй день во вторник, когда случилась эта трагедия, она перезвонила в 8, перезвонила до детского садочка, до другой выховательки и сказала, что Сонечка сегодня в детском садочку не будет, потому что она заболела. А уже во вторник она уже была мертва. Но она позвонила в 8, 10 и сказала воспитателю, что она якобы снова заболела. То есть понятно, что убила точно мама и это уже подтверждено, что это не убил какой-то левый человек. Что же там произошло с мамашей-то? Утро. Сказала, что будет свято в детском садочке. Сказали, что будет праздник, пусть она выздоравливает ребенок. В момент, когда был второй звонок, ребенок уже был мертв. Детина уже была мертва. Капец. В милиции в котором произошло убийство? Меж 4-5 годинами. Утро. Капец. Это самый жесткий сон получается, да? То есть ребенок реально спит. Я была в детском саду. Мама позвонила в детский сад, сказала, что Сонечка заболела и не придет в детский сад. И никто не придал этому значения. Все было спокойно, как всегда. А потом уже вечером папа позвонил мне домой, где-то в пределах 7 часов вечера, спросил, была ли Соня в детском саду. Сказала, что нет, потому что мама сказала, что заболела. А потом уже... А папа, скорее всего, в этот момент находился на своем первом жилье, где он в другое село, пошел на работе был. То есть он дома не был. Представитель сельского совета позвонила в 11 часов вечера, говорит, что у нас горе случилось. И так и так Сонечка пришел папа, открыли дверь, а там Соня лежит мертвая. Скажите, а вот мы в интервью слышали, что в детский сад позвонил папа и поинтересовался, был ли ребенок в детском саду. Почему так? Где был отец в это время? Батька был на работе в той день. Ну что, был на работе? До дома, сюда, до сих пор. Ехал домой. Он ехал за Малиевкой. С другого села он ехал. Там, где он работал, там, где он ночевал. Почему он не позвонил жене, не пришел домой, не узнал у жены? У него был отключенный телефон. Она получила какие-то деньги и отключила телефон. Она сняла деньги из мужа карточки и отключила телефон. Что вообще с мамой произошло в этот момент? У нее реально какие-то духи вселились или что? После того, она еще с ним спілкувалась и никаких признаков того, что что-то стало, она тоже не выявила. А тогда уже в ней был вымкан телефон. Потом был выключен телефон. Малиция сказала, что Инна залишила лист. Мама оставила листок? Сказали працівники милиции, что там написано, что Сергей виновен в том, что она так зробила начебто. Получается, в письме было написано, что сам муж виноват в том, что мамаша задушила собственную дочь. Что це она так зробила без грошів'я. А без денег не задушила ребенка. Батьок зараз не так багато грошей. Она как-то объяснила, каким образом отсутствие денег связано с убийством любимого ребенка. Да. Я так сразумевала, что там не было так написано. Там не было так написано прямо. нет денег, я задушила ребенка. Какой ужас. працівниками милиції, то біля будинку уже ж теж були працівники милиції, був сидім, думав, була поліція, був муж, їхні друзі. Були друзі. Я спитала, що ви знаєте, як це сталося. Як це случилось? розповідала Таня. Таня говорить, так як вона мені говорила, що приїжджає до Іни на дверях замок. приїжджаємо, на дверях замок висить. Я повернулася і йду назад. Я повернулася назад, обратно. Зустрілася Сергеем. Встретила мужа ее, відкрили хату і побачили бездыхання тело Сони. Тобто, а мама, виходить, 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 повесила замок на двері, куда-то свалила в бігах, ми розуміємо, да? Вообще не розуміємо, як можна було, якоби, безденежня взять, задушити ребенка. Честно, я розумією, але в селах на самом деле многие люди живуть небогато. Если вообще, будем говорить, за страны третьего мира, там вообще люди живут на улицах, да? Там в каких-то папоретнихах, в лесах. Ну, никто не душит своих детей. Я не думал, что там настолько все было плохо. Если ребенок ходил в садик и так далее, то есть было, что покушать. Какого хрена? И папа работал там, то есть он не сидел дома. Татьяна Мудрая, подруга Инны сегодня приехала к нам в студию. Я хотел бы, чтобы она пришла и мы продолжили этот разговор. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайте. Скажите, как вы попали в этот дом? Дело в том, что мне позвонили с банка, представители банка по телефону и спросил, вы знаете Малаканову Инну? Говорю, да, знаю. Она взяла у нас кредит и она должна погасить уже проценты. Там пошли, по-моему, около 700 гривен она должна была погасить. Но мы не можем до нее дозвониться. Я говорю, так почему ко мне звоните? А там этот же сотрудник ответил, что она поставила вас поручителем. Вы об этом знали? Я говорю, нет, я не знала этого. Я говорю, но я постараюсь это выяснить. В бумаге я никаких не подписывала. Я в банк не ездила вместе с ней. У меня ни паспорта, ни кота. Ну, это очень частное явление, когда человек, который берет кредит, говорит, а кто может там, если что, потом с вами связаться, поручителем. О, у меня там есть сестра, подруга, вот ее вписываете. И никто особо это не проверяет, только позвонят другим людям и терроризируют. Она не знает. Она знает только мой номер телефона, потому что мы общались, ну, чисто по телефону. Если ей выдали кредит и вписали поручителем просто с ее слов, это значит, что кто-то у нее есть на стороне, кто-то есть в банке. Это своего рода схема. После этого звонка я пыталась позвонить Ине на телефон, но мобильный был отключен, и я не смогла с ней пообщаться. После работы я решила сама к ней съездить и узнать, в чем причина, и почему она мне по поручителям поставила, какие кредиты, что она там уже, куда она влезла. Это был вторник? Да, это был вторник. Ну, после пяти вечера я взяла свою дочь и мы на велосипеде поехали к Ине домой. Когда мы с моей дочерью Кариной приехали туда, в дверях дома, села на ресурсной замок. Ну, замок и замок, я развернулась и поехала назад, думаю, ну, позже, может, перезвоню там или приеду. Когда я возвращалась домой, на перекрестке, я увидела ее мужа Сергея, который ехал в это время с работы и держал бухангу хлеба в руках и спросил он у меня, ты Атына? Я говорю, да, Атына. Я говорю, почему она на телефон не отвечает? Я ей звоню-звоню, она не отвечает на телефон. Говорю, понятия не имею, мне она тоже не отвечает. На дверях замок, ее дома нету. Он как нет дома? А мы поехали, мы посмотрим. Ну, когда зашли во двор, опять же, смотрим, замок как висел, он так посмотрел, по двору нигде никого нет. А скажите, у него что, не было ключей от собственного дома? Ну, ключи наставил в своем том доме в Гамалиевке, в селе. Он был уверен, что она дома с ребенком все как положено. Потому что он говорит, я ее предупредил, что вечером я буду, хлеб привезу. Ну, говорю, ну, давай в садик проедем. Может, после садика зашла в магазин ребенку мороженое купить? Или, ну, мало ли, с кем-то там остановилась. Он на своем велосипеде, я на своем. Поехали в садик. Оказалось, что все двери закрыты. Ребенка нигде нет. Мы начали уже волноваться, где же она могла деться. Начали прокручивать дальше, там, говорю, ну, а с кем она могла там общаться, куда она могла пойти в такое время. Он говорит, да кто его знает? Говорю, может, вы поссорились? Да нет, все нормально было. Ну, нормально, нормально. Потом он вспомнил, говорит, она мне, когда утром звонила, после, сначала пришла ему смска, что она в конотопии сняла деньги с его карточки. Я, говорит, ей перезвонил, начал расспрашивать, где ты находишься? Она говорит, я поехала в поликлинику к врачу. Я была в Дубовязовской поликлинике у врача и врач мне направил на конотоп. Я говорю, какая причина, говорю, что с ней случилось? Но она сказала, что у нее нога там распухла, она плохо ходит, нога сильно болит, и поэтому ее отправили в конотоп. Поэтому я сняла у тебя деньги. Какие-то отмазки? Я иду в больницу. Все, я говорю, не знаю, дальше что. Но придется ехать ко мне домой, в Амалиевку, взять ключи. После этого поехали мы за ключами. Ну, потом мы вернулись назад, опять же, в Дубовязовку. Сколько уже было времени? Ну, приблизительно, наверное, около восьми вечера. Около восьми вечера? Да. Открыли, ну, зашли во двор же, он открыл замок своими ключами. У нас есть интервью, где вы рассказываете об этом непосредственно на месте происшествия. Давайте посмотрим. После этого мы прошли в дом, посмотреть, побирала ли она вещи. Может, она куда-то уехала, есть ли детские вещи. Ну, была тишина в доме. Сюда двери были открыты, значит, туда, и Сергей сразу прошел на кухню. На столе лежала тетрадка, и там, наверное, три-четыре листика была исписана типа предсмертной записки. Случайно зацепила за навески. Навески были плотно закрыты. Сейчас они открыты, тогда они были вот так вот плотненько закрыты. я зацепила штуру, я зацепила штуру, и увидела, что на кровати лежит ребенок. Сонечка лежала уже одетая, костюмчик, и вроде как спала. У нее была спокойная поза, как у спящего нормального ребенка. Она ручки вдоль тела, держала в руке какую-то игрушку. Она была одета в чистом какой-то, она обычно в садик ходит, костюмчик, туфельки, все на ней. Напоминаю, ребята, что ребенка задушили в 4 часа утра. Она не была одета. Это просто жесть. Она была одета. Мамаша уже мертвого ребенка одела. Я выскочила на улицу, позвала Сергея, я говорю, иди сюда, Сонечка здесь. Я говорю, проверь, может она бессознание, может она, можно как-то то ли искусственное дыхание сделать, то ли как-то ее откачать. Когда он к ней подбежал, начал ее тормошить, закричал, что она уже, она не дышит, она уже холодная. Он стал вызывать милицию, я стала вызывать скорую с мобильного телефона. Скорая приехала быстро, когда зашла в фильтр, прошла к ребенку и сказала, что ребенок задушен, и задушен уже очень давно, уже пошли по партию трупные пятна. Какой ужас. Я, когда ребенка увидела, я все-таки надеялась, что она, она еще жива. У меня просто, я вошла в ступор, я не могла переступить порог этой спальни. Я просто, ну, закричала, что Сергей, иди сюда, твой ребенок, ну, Сонечка здесь. я сама, я не знала, что мне делать, я просто была шокована этим всем. Насколько я ее не знала, она за нее трусилась, это была как-то, не как мама, она была хорошая. Она никогда ее так, не поднимала на нее руку. Она всегда так вот, ее как-то воспитывала, что Сонечка, так нельзя, Сонечка, вот надо вот так вот, вот так, Сонечка, пойди поиграй там. Ну, как-то вот, воспитывала ее, никогда не называла там Сонька там или дочка, вот только Соня, Сонечка, доченька, вот как-то ласковыми такими вот словами. А что было написано в письме? В письме? Которое оставила Инна. Сначала она его там грязью обливала, рассказывала, что это все из-за тебя, ты такой-сякой, значит, ты довел меня до такого состояния уже критического, Сонечка умрет от моей руки, от нехватки воздуха. А потом она написала, значит, за себя, что я покончу, ну, тут тоже, типа, я покончу с собой, но тут все трухлое, опять же, Сергей виноват, что это все трухлое, меня тут, мол, если я повешусь, меня она не выдержит, поэтому я куплю таблеток и отравлюсь. Я вот сижу, сижу, думаю, постоянно, мне хочется задать один вопрос, куда можно было нестись после убийства от дочери. Она же поехала в банк, сняла гроши. Ну, то есть убила ребенка и поехала за деньгами. Ну, типа, за деньгами, наверное, не свалить, а, так понимаю, как бы, наверное, таблетки купить, или что? Сергееву Гроши передзвонила в дитячий садок и сама, где уже она ходила, местознаходжение ей было неведомо. То есть она отключила телефон и пропала? Так, но она опинилась у сусідньому с конотопом в месте, в месте Ромни. Каким образом милиция вышла на ее след? Говорят, что она сама подошла до админбудинка милиции, сама подошла к полиции и позвонила. Я такая-то убила своего ребенка и нахожусь там-то. у нас есть видеозадержание. Давайте посмотрим. Что же, мамаша, с тобой такого произошло-то, Чтобы такое сотворить. Скажите, ласка, вы рассказываете с коей-аному? Да, я очень рассказываюсь. Шок, конечно. Ну, отдай ребенка в детский дом. Хотя, говорят, что мать была образцовая. То есть, что произошло вот так вот в момент? То есть, получается, наверное, у них были ссоры из-за денег, как я понимаю, да, но при чем здесь ребенок? Что за хрень? Ощущаю женщину с жестко-железными нервами. Ребенку сколько лет? Пять. В пять лет ребенок задает вопрос. Мама, мы куда-то идем. Мама, ну, то есть, она же не стоит как памятник, пока ее одевают, да, в доме, в какой-то нарядный костюм. То есть, ребенок начинает задавать вопросы. Хладнокровно на эти вопросы надо ответить. Многие маньяки своих жертв наряжают. Это, кстати, вообще поступок маньяка. Так вот, я и не понял, то есть, она уже на или дело в 4 часа утра, а потом задушила, либо задушила и мертвого ребенка одела. Если посмотреть динамику их отношений, но произошло ли какое-то ухудшение за последнее время? Или стала ли она о нем говорить не так, как говорила раньше? Хотя, если думать об этом, что такой вариант задушила, а потом одела, что одела, а потом задушила, как-то вообще жестко. Действительно, когда они жили вместе в Гамалиевке, отношения были более-менее ровные, такие, вот скажем так. В последнее время уже, ну не знаю, наверное, да вот, с полгода так оно и шло уже, что она начала о Сергея отзываться не очень хорошо, скажем так. А все-таки не все так было идеально. Какой он был для нее? Ну, в последнее время она сказала, что я его не люблю, он мне не надоел, и когда-то даже произнесла фразу, что я его ненавижу. Вот, а говорить о том, что у них хорошие отношения были. не все так, но все было хорошо. Когда был у нас по силу призыв в зону АТО, раздавали всем повестки, ну, мужчинам определенного возраста, и повестка досталась ее мужу Сергею. Она радовалась, что ему дали повестку. И она мне как-то проболталась, говорит, дай бог, чтобы его забрали, и чтобы он оттуда не вернулся. Могу сказать, «Состастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастаста Нет. Но деньги нужны, если человеку нужны деньги. Человек идет с деньги зарабатывать. Я правильно понимаю? Вот я почему о деньгах говорю? Потому что вот у меня здесь есть письмо, которое оставила Инна. И, ну, здесь все о деньгах. Содержание этого письма следующее. Я, Малаканова Инна Александровна, проживающая по такому-то адресу, уплатила деньги за куплю дома в размере 15 тысяч такому-то человеку, уплатила дальше имя-фамилия еще одного человека, кому она заплатила деньги за дом. При этом присутствовали такие-то люди. На второй странице написано «А еще оставляю тебе подарочки на память». Банк такой-то кредит 7 тысяч гривен, банк такой-то кредит 3 тысячи гривен, Нина Андреевна 600 гривен и одна банка трехлитровая. Такое ощущение вот по письму, что у них были конфликты на почве денег, по факту она ему пишет о том, что «Вот я долги отдала, тебе подарочек». То есть это такое месть, ну, реально письмо мести. Тебе подарочек. И даже человек в письме, в котором он пишет перед тем, как убить своего ребенка, вспоминает, что она кому-то должна трехлитровую банку. Ну, вы понимаете, что это, в принципе, эгоизм в наивысшей степени, такой нарциссизм даже, когда она заботится о всех, кому она уплатила, когда она заботится о своем... Типа красиво ушла, да, убила дочь, у тебя всем раздала, а теперь ты раздавайся. Боже ужас какой. Типа после смерти, что она никому ничего не должна, она чистый человек, и что муж в этом виноват, вот самое главное, чтобы он был виноват. Это, понимаете, это продуманное, планомерное убийство. Надо написать письмо, надо убить ребенка и до того, или после того его одеть, обложить игрушками и в руку тыкнуть игрушку, потому что я не думаю, что когда она душила ребенка, она держала в руках игрушку. Ну, это вряд ли. То есть, и, соответственно, уйти, и не забыть закрыть дверь на замок, чтобы все равно из дома что-то ценное не вынесли. То есть это реально, ну, очень такие типичные поступки человека, для которого самое главное, это я, для которого... Ну, она сама, да? Факты следующие. 10 тысяч. Порядка 10 тысяч гривен кредита. Куда могли пойти эти деньги? Если вот в доме вы их не видели. Ну, я про это же не знала, что у нее такая сумма. Она мне не признавалась. Ну, вот теперь, знаете, есть какие-то мысли, догадки? Может быть, вы что-то замечали? Какие-то ее связи на стороне? Может быть, был какой-то тайный воздыхатель? Нет, вряд ли. Может быть, есть какой-то человек, который инициировал этот страшный поступок? Не можем дать вид поединок. Ну, версии какие-то есть? Нет. Возникает такой вопрос. Что за демон съедает эти деньги? Что это за отдельные страсти? Она что, алкоголичка, наркоманка или игроманка? Кто она? Когда вот это вот все произошло, я позвонила на скорую, но так и не поняла, скорая приедет или нет. Я побежала к соседке напротив там нас. Я говорю, вызовите бегом скорую. Она, что случилось? Ну, я и начала так вкратце рассказывать, потому что сама в истерике. Она мне говорит, ты знаешь, инина мне тоже денег должна. И она, по-моему, игроманка. Автоматы играют. Вот это меня зацепило. Думаю, может, туда эти кредиты... Но мы бы про кредиты тогда еще не знали. Это уже когда милиция приехала, начали разбираться там. До шести утра все это длилось. И тогда мы обнаружили эти бумаги. А что, на территории вашего поселка есть казино или автоматы? Нет, нет. Ну, типа, какие-то... Милиция нашла какие-то коробки. Ну, коробки пустые. Ну, присылали с какого-то... То ли почтового клуба, то ли какие-то... Ну, в стиле вы выиграли миллион, только надо заплатить 10 тысяч. Вот эти письма какие-то. Ну, это понятно. Но при чем здесь ребенок? Почему нужно было? Я сама даже не могу понять. Отсюда снова вопрос по субъективной стороне. «Мотив и вина». В чем мотив? Может быть, ему стало известно уже масштаб бедствия по поводу финансов, в какой она долговой яме. Ему это открылось. И он, возможно, ей сказал, решай это все сама. А в каком-то таком вот кризисном состоянии женщина может на такое пойти. То есть она психанула, и не хочешь решать мои проблемы, если она любила только себя, допустим. Вообще, мы говорим, они в прошедшем времени любят только себя. Ну, так и начала бы с себя. Она могла убить ребенка. Ну, тогда мотив ее – это месть ему за то, что он не захотел решать ее финансовые проблемы. А потом она написала, значит, за себя, что я заберу у тебя самое дорогое, что у тебя есть. Выходит, значит, что она ревновала о своей дочери, что он любил дочь больше, чем ее. Вы знаете, когда я с ней общалась, у нее такие вот мысли, как, не то, что мысли, она высказывала такие мысли мне, типа того, что, что я Сонечке, мол, только не покупаю, как я к ней хорошо не отношусь, она все равно любит папу. Говорю, ну, разве это плохо, если ребенок любит папу? Наоборот, это хорошо. Этому можно только порадоваться. Папина дотя, на самом деле. Ну, я тоже так считаю. Почему у нее такая ревность, я не понимаю. Мы понимаем из письма, что она хотела у мужа отобрать самое дорогое, что у него есть. Так при этом она отвергает то, что для нее тоже эта дочка самая дорогая. То есть я не могу этого понять. То есть она не любила дочку. Хотя детский садик говорит и подтверждает, что она в ней души не чаяла и очень сложно. Ну, планировать за пять лет вперед в селе вот такой какой-то акт, я не знаю, какую-то казнь ритуальную. Понимаете? Тут как бы мы возвращаемся к мотиву. Почему она это сделала? А мне интересно, почему она свою родную кровную дочь называет у тебя самое твое дорогое. Она ее даже как мать себе своим самым дорогим не позиционирует. Знаете, как однажды мой друг, ну, такой из серии бизнесменов, он однажды пошутил. Клянусь самым дорогим, всем, что у меня есть. Клянусь всеми своими деньгами. Так вот, я хочу сказать, это была шутка бизнесмена, но вот эта шутка, это все нутро этой Инны. Самое дорогое, что у меня есть, это деньги. А твое дорогое, это твоя дочка, которая зачем-то тебя больше, чем меня любила. Она очень злая. Есть такие люди, вот как она. Она знает, это довольно распространено, самое дорогое, что было у Сережи. Ну, все мы знаем, это было дорогое самое дочь. Как сделать больнее всего Сережи? Забрать у него дочь. Точка. Вот вам вся и мотивация, и все, что хотите. Ни деньги, ничего. Вот этот человек был настолько эгоистичен, настолько, ну, я не хочу других терминов говорить. Вот она ударила, есть такие люди, в самое больное место. Меня интересует, она появилась в 2008 году у вас в селении. Вот до 2008 года, где она была? Была ли у нее до этого семья? То есть человек до 32 лет как-то жил. Дело в том, что мы познакомились с ней, когда появилась Сонечка. До этого я ее не знала. А кто-нибудь знает, откуда она взялась? Может, извините, у нее была где-то другая жизнь. Вообще она откуда появилась? И родственники есть какие-то? Родственники. Ну, откуда она взялась? Из всего вот этого вот периода, ну, если Соне 5 лет, получается, что мы около 5 лет только общаемся. Я узнала от нее, что у нее есть папа и мама, что мама болеет, папа вообще там, по-моему, инвалид. Сама она с Харьковской области, где-то под Купинском. Что она училась в Харьковском институте, в педагогическом. Проучилась несколько курсов. Не знаю точно сколько, она не уточняла, но говорила, что у меня незаконченное высшее. Ой, господи. И вроде бы как украинская мова, вроде бы. А семья у нее до этого была? А никто не знает. Как она мне рассказывала? Ну, как она рассказывала. Но она могла рассказывать что угодно. Был муж, она жена-заочница, скажем так. Познакомилась по переписке с заключенным в тюрьме. Переписывались, не знаю, кто ей адрес тот дал, как она там его нашла. В этой подробности она не вдавалась. Она отвечала на вопросы только те, которые ее устраивали, или на которые она хотела ответить. Она когда рассказывала за своих родителей, она сказала, что мама у нее тиран. А я по своей натуре, я бунтарь. Это ее слова. Я говорю, чем тебя мама не устраивает? Ну, я знаю как маму, потому как ее родители относились к ее ребенку. Они постоянно ей подарки высылали, постоянно деньгами поддерживали. Говорю, чем тебя мама не устраивает? Она говорит, мама довела меня до того, что у меня теперь такая фигура. Мама виновата в том, что у меня жизнь не сложилась. Она говорит, давай закроем эту тему. Все. Ну, закроем и закроем. То есть такая степень эгоизма высокая, да, у нее? Что ей все должны, что все должно быть на высшем уровне, что у нее неоконченное высшее. Претензиозная дама, однозначно. Ну, была за нее такая немножко странность, или не знаю, как это правильно высказаться. Когда я к ней приходила в гости со своей дочерью, она была всегда замкнута на все засовы, на все замки, крючки. Вот я прихожу, я ей звоню. Я уже у тебя, допустим, под двором. Она выходила, открывала мне дверь. После этого мы порог переступаем. Она опять же следом все эти замочки, крючочки, она все это закрывала. Вы не спрашивали, почему она так себя ведет? От кого? Спрашивала. И что она вам отвечала? В чем, говорю, проблема? Говорю, ты кого-то боишься? Она говорит, нет, просто я не хочу, чтобы кто-то посторонний зашел. Вот у нас соседи такие, что мы вот без стука, без приглашения зайти в дом. Вот этим она мотивировала. А это у вас так принято в селе вот входить без стука? Ну, бывает, да. Это правда, это заходит. Соседи там, ты влечись до кого. Да. Такие есть, на самом деле. Здесь тоже были закрыты плотно. Она никогда их не открывала, ни днем, ни ночью. Они все время были закрыты. Судя по тому, что она человек обидчивый и вспыльчивый, как я понимаю, она легко ранима. И она вот и в доме закрывалась, чтобы ее никто нигде там не оценивал. Как-то не так она выходила в свет только в правильном виде, чтобы все сказали, на показ, то есть была у нас двуликая мама, которая реально выходила на показ, что вот смотрите, какая идеальная, а в жизни там совсем другой человек. Мощным, высшим образованием, и ребенок всегда аккуратненько, всегда игра на публику, понимаете? Я как экстрасенс, как человек, понимающий, вот читающий мысли. Вот вы рассказываете, а я пытаюсь попасть в эту ситуацию. Я вам рассказываю, вот эти замки и засовы была та часть жизни, в которую она никого не пускала. Это дом, ее душа. Мой дом, моя крепость. Я думаю, меня психологи поддержат в этом, потому что ее дом был ее крепостью, и она сразу засовывала на засовчик. То есть я вас пустила вот так в свою жизнь, но это ваша территория. Все остальное смотреть нельзя. Я, хоть и не экстрасенс, но у меня какое-то вот закрадывается чувство истории до 2008 года. Вы понимаете, ничего просто так не бывает. И тем более до этого вы подруга, и вы, по сути, ничего о ней не знаете. Ну, не может быть такой поступок, сделанный в сознании, нормальная вроде семья, и чтобы за этим до 2008 года чего-то не стояло. Что-то там было, что-то она скрывает. Существует животный инстинкт сохранения себя и своего потомства на уровне кошки, которая убьет всех за своего котеночка. Почему женщина превратилась в монстра, и почему ненависть, это убила не она, это убила ее ненависть ребенка. Там письмо, сплошная тирада матов, ненавидящая всех и вся, весь мир. Я не знаю, как можно было так удачно скрываться. И где взялась вот эта вот желчь, где взялся вот этот яд в организме. Ну, мне кажется, в этом надо разбираться. Муж Инны отец родички уверяет, он понятия не имеет, в чем причина этой страшной трагедии. Папа приехал. И сегодня мужчина приехал к нам для того, чтобы разобраться в этом. Сергей Мотовиловец. Жалко мужика, конечно. Здравствуйте, Сергей. Примите мои соболезнования. Присаживайтесь, пожалуйста. Сколько лет вы прожили вместе? Ну, пять ребенку больше шести лет. Скажите, вот вы, по сути, наверное, знаете лучше всех тех, кто присутствует в этом зале. Какой была Инна? Доброй, отзывчивой. Как хозяйка ее упрекнуть. Я не мог ни в чем. Я ее любил как человека. Могу сказать только одно, что она этим поступком вырвала у меня полностью сердце. О чем я говорил? Здравствуй, доченька моя маленькая. Ну, что самое интересное, это даже больно вспомнить. Я вам честное слово скажу. Папа, привет. Привет. Как дела, Сонечка? Нормально. Что ты делаешь? Или рисую, или телевизор смотрю. Видишь, маму играю, или кушаю. Ну, что делать, то ребенок и рассказывает. Всегда. А потом, Заяц, ты меня слышишь? Я слышу, слышу. Ну, Заяц, погоди. Все, папа, пока. По сути, Сергей, вот эта женщина, Инна, ваша жена, убила свое счастье. Это не свое счастье. Это мое счастье убило. Сознательно. Вы любили ее. У вас дочь общая. Она уничтожила все. Она меня растоптала. Ради чего, скажите? Не, не ради чего, а почему. Почему? Почему это произошло? Как вы считаете? У меня ответа на этот вопрос нет. Ну, естественно, были у нас скандалы. Ей всегда не хватало. Я до 30 тысяч в год зарабатываю. У меня одна из самых больших зарплат в колхозе. Плюс, я чистил колодцы. Это колодец 400 рублей. Я их за лето чистил до 50 штук бывало. Понимаете, что это такое? На глубине и все. Тамара Петровна, я вру. Нет. Это человек, он действительно и у нас дома чистый в колодец. Ну, это человек, ну, действительно, тут он не отнять. Специалист по чистке колодязи, это очень хороший. Куда девались деньги? Ей отдавали. То есть все, что вы зарабатывали, вы отдавали жене? Ну, как все. Ну, я сотеньку зарплаты мог припрятать. В целом, всю зарплату вы отдавали жене? Там, за исключением каких-то... Карманных. Ну, да. И ей все было мало? А однажды она связалась с книжным клубом. Начался какой-то лохотрон. Понимаете? Вот положи 50 рублей, получишь 100 рублей. Положи 100 рублей, получишь 700 рублей. Вот такое вот. Она платила там по 500, по 700 рублей, по 400 рублей. Куда платила? Это я уже нашел бумажки, не знаю. Она уже на Фрунзе, по адресу Фрунзе все приходила, понимаете? Вот в чем вопрос. А я-то днем на работе, а почта-то днем приходит. Я-то не роюсь в ее вещах, подноготник. Потом еще какая-то телеграмма пришла, срочно укажите банк, 80 тысяч, что-то такое, вот, получите. Только нужно что-то там уплатить. Ну, тогда я категорически, категорически запретил играть в эти игры. Абсолютно. А как она на это отреагировала? Очень эмоционально. Мы очень сильно поругались с ней. Типа, я зарабатывать буду деньги. Нет, говорю, ты не заработаешь на этом денег, у тебя денег никогда не будет здесь, потому что это лохотрон. Испортились ли у вас после этого отношения? Ну, да. Да. Когда вы поняли, что у вас уже другие отношения, что с Инной происходит что-то не то? С января месяца. С января месяца? Да. После того, как часто вы стали ссориться, какой она стала? Ну, мы практически, я вам скажу так, мы перестали ссориться вообще, потому что мне надоедал ее бред, и я практически перешел жить обратно в Гамалиевку. А что за бред, Сережа? Какой бред? Ну, бред сумасшедшего. Ты меня доводишь, ты меня изводишь, ты меня кто-то меня это... А в чем она упрекала? Потому что ей надо деньги. Езжай на Киев. Люди уехали на Киев. Там Виталя приехал с Москвы, привез деньги. А ты вот не можешь. Ну, я говорю, уже не брошу все это. Ну, что ты, ну, как? Езжай на Киев. У нее очень большой долг уже был к тому времени, о котором вы просто не знали. Долг был большой по вот этим играм ее. Поэтому она вас пыталась все время дрючить за деньги, а вы, ну, вы не могли этого знать. И вот, наконец-то, тот мотив, о котором ты говорил, да, Миша? Да, мотив деньги. Просто тогда, когда Сергей запретил ей играть, она поняла для себя, что все, к нему она не может обратиться. Но это не его вина в данном случае. И когда она поняла, что все, гоплык, ничего не будет, она решила его наказать. Вот и мотив. Посчитав его вину, она не смогла выиграть в лотерею. Сережа, а скажите, пожалуйста, она обвиняла вас в том, что ребенок вас любит больше? Или что вы ребенка любите больше, чем ее, чем Инну? Ну, что я больше внимания уделяю ребенку, чем ей, это да. Что именно она вам говорила по этому поводу? Сонька к тебе ломится, и у тебя остается переночевать, а меня она не слушает. Ты сказал, она меня не слушает, типа. И все, а мне вот то надо, вот сарай не построен, она начинает упрекать. Сарай-то, говорю, построим. Скажите, вот, а какие у вас были отношения с дочерью? Почему она вас ревновала к собственному ребенку? Почему она считала, что вы дочь любите больше, чем ее? Как это проявлялось, ваши отношения? Наверное, больше того, что дочь, наверное, больше любила меня, чем ее, вот в этом плане. Больше, наверное, и так она считала. Ревность. Я с ней играю, я то. Тихо, мама, не кричи на меня, плачет. Иди сюда, доченька, я ее успокую. Она ее слово плачет. То есть, скорее всего, у нашей мамаши были шарики за ролик из-за того, что муж уже больше не дает ей денег. Либо он не зарабатывает столько, сколько ей нужно, потому что она все просаживает. И плюс у нее была ревность того, что дочка больше любит отца, чем ее. И она думает, ах, вот так вот, ира, все. Да что воспитывать надо? Ну, такое вот у нее... Ну, это не постоянно, но это чисто какие-то такие вот порывы на нее были. Мгновение какое-то там. Может, минута-две, потом она все нормально. То есть, она была ситуативно-агрессивна. Порывы гнева, да? Порывы гнева были у нее, да? Да, такие, ну, буквально, ну, вот, наирала секунду там. И все, и оно прошло. А скажите, Сергей, ваша жена била дочь? Нет. Нет? То есть, исключено. Или вы не знаете об этом? Дочь бы мне об этом сказала. Она боялась, скорее всего, бить дочь, потому что знала, как Сергей отреагировал. Ударить она ее не могла. Но она проявляла какую-то холодность по отношению к дочери? Я бы не сказал такого. Но вы считаете, что она дочь любила? Ну, по всем поведениям, да. Ну, понимаете, опять-таки, тут трудно оценивать, потому что, исходя из того, что мы взяли за основу нормы, нормы в отношениях этих людей, трудно судить, что такое любила. То есть, любила, завязывала бантики, но срывалась при этом на нее, могла накричать. Мы о многом здесь поговорили, мы теряемся о том, что произошло в этот день, почему это случилось. У вас, судя по всему, тоже нет ответа на этот вопрос. Но у нас есть эксклюзивное интервью допросом. И давайте сейчас его посмотрим. Возможно, оно нам что-то прояснит. Инна Александровна, расскажите, пожалуйста, про обставины... Расскажите, что произошло? Вашей дитины... Как вы убили своего ребенка? Презвон до того, где поведение моего гражданского человека... Поведение гражданского мужа привело к таким действиям. Я хотела лишить жизни себя и Сонечку. Я хотела лишить себя и Сонечку. Целую ночь были дома? Да, мы были дома. Едет часа в три, встала ночью, сегодня еще спала. Употребляли что-то? Нет, не употребляла ничего. Трезвая? Да, трезвая. Не встала, просто проснулась, не спалась. Такое настроение какое-то было. На душе тяжело. Когда вы решили сходить убийство вашей дитины? Когда вы решили убить? Да. Туда после пяти, как туман на меня накатило. Потом пошла к Сонне. Около три часа? Около шести часов утра. Шесть утра? Быстро нацировку записку. Пошла в комнату к Сонечке. Перекрыла я воздухом руками. А что я говорил? То есть ребенок спал, она не была одета. То есть она задушила, пока ребенок спал, а потом уже ее одела. Ну, всякие руки. Одной рукой, двумя руками. Да. Потом... Подвергала там доски нетрухлявые. В доме не один. Я решила снять с этой карточки, чтобы она шли поспеха. Ну, то вылази. Гроши. Потому что она сняла деньги от мужа. Ну, то вылази. Человеку моему гражданскому. Сергею Витальевичу. Витальевичу, да. Поехала в комнату, в комнату без снятия. И купила там всяких таблеток. Безборжающих. Только утро годы не вы поехали. В какое время поехали? Как это все сделала. Что вы сделали? Соню. Что соню? Ну, белый тоже. Поехала на автостанцию. Откуда попала из золотой реки? На романку. Приехала в романку. Спросила у детей где рынок. Потому что на рынке обычно там объявлено все это. Отдача жилья. Решила снять комнату. Напить за таблеток. В общем, покончить жизнь у меня есть. Еще дали. Дали напила себе таблеток. Напила себе таблеток. Они не помогли. Так надо было прыгать головой с двадцатого этажа. Это стопроцентно помогло бы. Или там в той квартире не нашлось на чем повеситься. Или как типа. Или там тоже все трухлявое было. То есть она хотела комфортно умереть. На пиццу палочки нельзя, да? Ну да. Да, я же говорю. Или прыгнуть с высокой этажки. Всего минуту. Разве они какие-то? Господи, что они делали? Да. Шок, конечно. Поражает все. От первого до последнего слова это видео. Вот поразительно то, что решила снять комнату, чтобы напиться таблеток. Да. И взяла каких-то таблеток? А обезболивающих, понимаете? Чтобы не больно. А на лавке что? Слабо было напиться таблеток? На базаре, да? Надо комнату снимать, понимаете? Для суицида. Так она еще нашла в себе силы поехать за таблетками и снять деньги после убийства. Ужас. Согласен. Вы только что впервые увидели свою жену после случившегося. Ну да. Как вам то, что вы... Я бы сейчас на куски разорвал бы. Вот у меня такое вот ощущение. Вот честно говорю, при самом зале. Я понимаю тебя, мужик. Понимаю. Скажите, а она никому ничего не говорила о том, что у нее еще когда-то были дети? Вона роки два назад говорила, что у нее есть сын. А, есть сын. Он проживает у мамы. Она его не может сейчас забрать до себя сюда, потому что Сонечка еще маленькая. Если Сонечка подрастет, то она его заберет до себя. А ребенок жил с бабушкой. А сколько лет сыну? С 2004 года. Начнем с того, что я знал, что у нее есть сын. Когда вы узнали о том, что у вашей жены есть... Еще один ребенок. Еще один ребенок. Да, практически, ну, может, через неделю после того, как встречались. То есть она это не скрывала? А как она могла скрыть, если в паспорте записано? Дело в том, что у меня еще есть сын Саша. Понимаете? Саша сын у меня находится в России от первого брака. Спросил у Инны, где же Саша. Она мне просто объяснила. Он находится у бабушки. Она спрашивает, как дела, как Сашенька. Она о своем внуке спрашивала. А я отвечал, о своем. Это бабушка у него спрашивала? Это бабушка. Ага. Бабушка по телефону спрашивает, как Саша. Она об одном Саше спрашивает. Я ей отвечаю о другом Саше. То есть вы думали, что первый сын Саша находится в Харьковской области, а она, бабушка, думала, что этот Саша находится с вами в этой семье. Возникает вопрос, куда мама делала сыночка? Я не знаю, где он есть. Я не могу определить, где он есть, потому что это темный лес. Может быть, она все-таки уже и первого ребенка завалила своего? Возник скандал. Она мне просто объяснила. Капец. То есть вы поняли, что произошло? Потому что сейчас только пытался разобраться. То есть бабушка, якобы у которой находился ее первый сын, Саша. Они думали, что он находится у бабушки. А бабушки этого ребенка не было. И бабушка думала, что ребенок находится у них. Но у нашего мужичка есть тоже сын Саша. Такой же сын, как и у нашей больной мамаши от первого брака. И бабушка думала, что именно ее дочки, то есть сын, Саша, находится вместе с ними. А он по какой-то дурости отвечал, что он думал про своего ребенка. И в итоге, что мы понимаем, что мальчика, значит, тоже в живых уже нету. Потому что он находится не с мамой и не с бабушкой. Офигеть, ребята, это маньяк. У меня ребенок был. Я его забрала, когда уходила от мамы. Говорю, почему так? Потому что я поговорила с мамой. Я забрала своего ребенка. Я подошла к детскому приюту. Поставила... Ну, это она так говорит. Постучала, услышала свои шаги. Это ее ответ. По факту убила меня, скорее всего. То есть вы с ней поссорились на эту тему? Но почему его не искали? Я ей сказал, ищи. Она там начала писать куда-то, что-то писать. Ну, говорит, ответы туда-сюда. Так замяли, типа, не знаю. Потому что она так объяснила. Ребенка приняли без имени. А сколько ему было лет, когда она его оставила? Ну, судя с ее слов, это годика где-то три было ребенка. Да ну, ребенок уже мог разговаривать. Ребенок в три года знает, как его зовут. Да, да, да. Часто даже знает, как зовут маму, папу. Она убила. Ребенка оставить под дверями приюта в три года, ну, очень сложно уйти. Он же будет кричать, мама, мама, и бежать. Да, 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 да. Подождите, а вот, ну, вы ведь у нее спрашивали, почему ты это сделала? Какие, ребята, интриги-то, а? Она мне объяснила. Мне некуда было идти с ребенком. Мне не на что было его кормить. Вот. Какая больная мамаша. Ребенок был полтора года у родителей. Угу. Она с первые полтора года жила с ребенком. Жила у родителей, а потом? Вторые полтора года ребенок находился у родителей, действительно, у мамы. У мамы находился, это действительно так. А она где была? А она в Полтаве с Малакановым жила вот этим вот. То есть она бросила ребенка своим родителям. Она не была матерью, в принципе, этому мальчику. Господи. Когда она поссорилась с родителями, она взяла, как котенка этого ребенка, на зло родителям, которые его любят. Понимаете, в чем вопрос? Да. Она понесла его непонятно куда, мы не знаем куда дело. Может, она его утопила. Она, скорее всего, убила. Не отрицаю никаких решений. Мы не знаем. Но факт, вы понимаете, что это поступок типичный. То есть, по сути, она отомстила родителям, лишив их внука, которого они любили. И то же самое сделала с мамой. Да. Друзья, но здесь есть еще одно уточнение. И никто об этом никуда не заявил? Родители не заявили, что ребенок... Мать увела ребенка, что... Так, а родители думали, что мама забрала его, его даже интересовали судьбой. Они думали, что она у меня. Они думали, что мы живем с ним. Но я ощущаю, что отдать ребенка за деньги... То есть, содержание ребенка требует денег. Следовательно, избавляясь от ребенка, ты богатеешь на глазах. Потому что тебе не нужно на это тратиться. Возможно, то есть, я ощущаю эмоции, мотив финансы. Я не хочу на это тратить деньги. Я хочу другую жизнь. Родители, они как часто к вам приезжали за то время? Они вообще ни разу не приезжали. Ни разу не приезжали. Они с ней в большой ссоре. Они с ней в большой ссоре. По поводу чего это ссора? Она была 3 года в розыске. Она, когда ушла, она была 3 года в розыске. Теба. Или опекунство хотели они оформить. Хорошая мама была, да. И вот полтора года они не знали, где она. И потом, опять же, она исчезает до тех пор, покуда ее не нашли у меня. Почему вы не забили тревогу, что мать женщина... Ну, вот мать... Ну, так Сережа день и ночь работает, чистит колоссы. Нет, подождите. Бросила ребенка под дверью детдома и не ищет его. Ну, в принципе, это не мой ребенок, понимаете? Ну, вас не... Вы понимаете, вот этот подход, это не мой ребенок. Вот он, к сожалению, и оборачивается такими ситуациями. Если женщине или мужчине плевать на своего ребенка, партнер должен задуматься, что ему плевать в принципе на любых своих детей. Хоть от вас, хоть не от вас, понимаете? Сергей, вас должно было насторожить то, как отнеслась ваша жена к своему сыну. Данной ситуации можно было бы избежать, если бы вовремя, например, вы, Сергей, либо родители Инны обратили внимание на то, где находится ребенок, ее первый ребенок. Несомненно. И тогда, прояснив эту ситуацию, вполне возможно, что-то бы изменилось. Просто все сходило с рук. Главное, на все шпингалеты закрыть дверочки и все свои тайны оставить за своими замками. Игра под названием «Жизнь по моим правилам». Она сама поставила правила своей жизни. Она перезагружала эти программы, когда ей все начинала надоедать. С тем поругалась, с этим мужем жить не буду. Все. Уничтожаю, зачищаю эту программу. Меняю место поселения. Новая жизнь, новая я. Никто вопросов мне задавать не будет. Маниакальность определенная. Люди добрые. Страшно об этом подумать. Наверное, для того и этой передачи, для того, чтобы люди понимали, каждый за каждого ответствует. Если ребенок ничего не может сделать с поступками собственной матери, надо как-то быть неравнодушными. Ну, дай Бог вам сил пройти через все это. К огромному сожалению, у вас не стало дочери, но у нас у всех стал ангелочек на небе новый, к которому мы теперь сможем обращаться. Дай Бог вам остаться человеком, каким вы и являетесь, а вы живите своей жизнью ради ангелочка, который на вас смотрит сверху, и ради того, кому вы сможете дать любовь здесь, на этой земле. Вот это единственное, что я хочу вам сказать силам. Спасибо. Вы смотрели «Один за всех», с вами был Дмитрий Карпачев. Увидимся через неделю на канале СТД. Я сидела всю передачу, зря не сказала, сидела и думала, почему Божия дает детей ей и не дает тем, кому хотят. Искусственное оплодотворение и все-все-все. Ну, как это так? И муж зарабатывает, несет деньги в дом, да? Это очень сложное оплодотворение. Мне она напоминает… Первый-то ребенок тоже проблематично. Куда он делся? Да, да. Но, Дима, он жил с чудовищем. Да. Скорее всего, убили первого ребенка. Это Инна, вот эту девочку, которая у нас была, которая хотела на родителей в суд подать. А я был на этой держать. Ну, это же более усугубленный случай. Тот же вариант. Тот же… Она для того, чтобы причинить зло другим, она готова на все. Хорошо. Вот если кто-то делает не так, как она хочет, она этому человеку мстит. Самое главное, чтобы они ее не признали невменяемой. Вот это вот… Ну, она осознанно… Нет, она вменяема 100%. Мотив найду. Сейчас будет мотив. Она осознанно сделала. Ну, вот мотивом будет месть. Месть ему за то, что он деньги ей не дал. Как она могла поехать? Нет, написать… Вот смотрите. Нашла. Письмо написала. Да. Написала осознанно. Ребеночка одела. Задушила. Поехала, сняла денежки. Искала… Искала квартирку для суицида. Так комфортненько, значит. Я думаю, что на теле ребенка нашли. Она же вряд ли оделала перчатки. Нашли отпечатки пальцев. Я думаю, да. Ну, вот такая вот, ребята, жесткая история у нас была. Если вам нравятся эти выпуски, то поддерживайте меня лайком. Я готов с вами судить эту историю в комментариях. И также, ребята, напоминаю, что каждый день в 7 часов вечера по московскому времени выходят новые выпуски. Так что будьте первыми, смотрите это все на моем канале. Это Андрей Чент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok